Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Читаю ваши отзывы, и вот там написано следующее, сразу же. Не кто калибрик написал, боже, его кто-то еще слушает насчет видео густая кровь, почему, что там и делать. Начнем наш такой вот разговор еще с того, что я вот как раз поднялся наверх, это время 20.46, и там как раз передача НТВ была, в частности рассказывали о том, что финик, какая-то там пирамида, люди повелись на то, что им рассказали, вот знаете, вы будете в шоколаде и так далее, они там продали квартиру, остались, естественно, без квартиры, взяли там заем в банки, теперь выплачивают. Вот еще что им рассказали, и в глазах, вот знаете, вот эта простота, мы сейчас вложим вот эти вот денежки, и сразу же пойдет какая-то отдача, мы будем, значит, ничего не делать, своим умом не будем думать за нас, кто-то подумал, и он нас облагоденствует, мы будем получать, значит, сколько там мне сказали, в день, что-то там 2% там еще, ну, короче, запудрили там мозги, они повелись, ну, хотя бы узнать, ну как, за счет чего вы будете получать эти средства. Ну и вернемся ко мне любимому, вот как раз этот калибрик пишет, боже, его, кто еще слушает? И очень, знаете, такой вопрос по существу, а кого действительно слушать? Я как-то до этого рассказывал, вот, кого слушать, ну, мы не будем говорить о материальном там достатке, хотя, хотя, если взять меня, вот, чисто с точки зрения материального достатка, материальных этих, как бы сказать, возможностей, я начал в советское время с нуля, с нуля я начал, и потихонечку, 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 и сделал вот трехэтажный дом, и я сейчас живу в трехэтажном доме. Боже мой, кто его слушает? То есть глупец какой-то, вот, типа меня, значит, взял, построил такой дом, ни с того, ни с чего, причем все эти, знаете, документы, отчитался по налогам, по всему, никаких там претензий. Ну, каково вот слушать, если вот так вот разобраться? Человек, человек чего-то достиг, в данном случае, если вернуться к этой пирамиде Финих, но за счет чего эти люди, которые вам обещают золотые горы, за счет чего они это сделают? А, они там сказали, якобы, они там играют на бирже, влаживают, значит, деньги ваши в ценные бумаги, и кто-то, опять-таки, кто-то, значит, вот работает, продает эти ценные бумаги, и вы будете жить за счет вот этих, значит, дивидендов, которые будут приносить эти ценные бумаги. Опять-таки, куда вложили, во что вложили? И я вот смотрю там боксеров по ютубу прошлых лет, которые там что-то заработали, и практически половина, наверное, из них вот по совету кого-то вложила деньги там в какие-то там бумаги, ценные, что они будут приносить, и все прогорели, все прогорели. Ну, ладно, это материальная сторона, вернемся к оздоровительной стороне. Действительно, кого слушать? Ну, вот кого слушать? Кто реально чего-то достиг? Вот того-то можно и послушать. Причем реально достиг, знаете, не то, что вам показывают. Вот я вам покажу себя, сейчас вы тут увидите меня в 30, в 40, а то и в 50 лет, какой я выгляжу молодой. А вы попробуете вот в 70 лет не быть развалюхой и еще жить полноценной жизнью, что вы можете ходить, вы можете себя обслуживать. Это дорогого стоит вообще-то. Многие этого не могут в этом возрасте. Я уж не говорю еще о других вещах. И вот теперь, вот я сделал нарушно вот эту вот заставочку к своему, значит, 70-летнему юбилею, чтобы вы все-таки как-то, знаете, действовало. Я еще вам рассказываю, кого слушать, кто еще слушает. Давайте, так, это кратенько, значит, пройдемся, пройдемся по этому. Так, это мы свернем. Ютуб, значит, вот она, портреты. Попал на телевидение. Знаете, я туда не стремился особо попасть, чтобы я вот хотел это сделать. Это вышло, само собой, меня пригласили. Кого приглашают на телевидение? Вот вы просто про себя назовите. Кого вы знаете, что взял генеральный директор Первого канала? Я только хопа и пригласил. Вот тебе передача, вот тебе люди, давай. Кто? Кто? О, вот скажите. Далее, вы видите меня в саду с гири. Гиря 24 килограмма, сад цветет. Это как раз была реклама для лошадиной силы. Как раз я тут рассказывал, такой сленг у меня был, что на седьмом десятке с суставами все в порядке. Гель-банзам, лошадиная сила. Ну, почему-то эту рекламу особо не взяла, значит, эта фирма. То есть, я занимаюсь, вы видите, гирьку бросаю 24 килограмма. Здесь у меня лет, наверное, 65 примерно. Далее, вот я здесь жму 16 килограммовую гирю на попа. Сижу в позе лотоса, то есть, демонстрирую гибкость, какая у меня гибкость. У меня такой гибкости не было. Я занимался тяжелой атлетикой, набирал вес. Причем, я весил тогда, как сейчас я вешаю. Но это совсем другой был вес мышцы. Пузо поменьше, здесь было больше. О, богатырь, сказал, мастер спорта по тяжелой атлетике. То есть, я достиг этого результата в 20 лет. Выполнил норму мастера спорта. Опять-таки, задайте себе вопрос. А кто из ваших знакомых мастер спорта, чтобы он чего-то это там достиг сам? Причем, сам тренировался, сам все это дело достиг. Вот кого слушать? Какого-то человека, который там чешет, который ничего там не может. Либо же тот, который вам демонстрирует что-то. По этой рекламке мы с вами пойдем дальше. Вот здесь уже мне прыжок в этот самый, в купель. Зима, вы видите, снег. Здесь мне, ну, наверное, где-то тоже 65-67 примерно лет. Я, когда ездил в Москву, заезжаю в вот эту купальню, останавливаюсь и обязательно окунусь. Мне очень нравится, заряжает. И дальше еду. Кто из вас может окунуться в купель или кто там рассказывает? Пожалуйста. А вот я жму 19 килограмм. А 19 килограмм это как раз в этом году я жал радиоредакции. Опять-таки, кто подымет на попа? Конечно, есть люди подымают, не без того. Но вот оно, на 70-м году кто это сделает? Вы знаете таких? Конечно же есть. Единицы есть. Но пошли дальше. Здесь вы можете увидеть меня, когда я голодал 40 суток. Вот оно. И что тут? Не просто увидеть. А здесь я демонстрирую супер квадро гибкость. Закрытый лотос. Эту позу не всякий профессиональный гимнаст может сделать. Далеко. Не всякий. Это требуется особого. Козликом прыгаю в бассейн. Это где-то год назад я это прыгал. Далее. Вот как раз у меня удостоверение мастера спорта по тяжелой атлетике. Вот какой я был, какой я выполнил. Все. Все это есть. Как раз это документы. Кстати, меня называют там вот там слесарь, вот там да еще там кто-то такой. Знаете, мы все в школе учились. И в школе нас можно было так сказать, запомнить, сказать, да это там школяр какой-то. Далее человек приобретает какую-то профессию. Я приобрел профессию электрослесарь кипи-автоматики. Как говорится, что плохого в этой профессии? Профессия должна тебя кормить. Ты уже приобрел, отучился. Хорошо, хорошо. Далее я попадаю в спортроту. Опять-таки, кто попадает в спортроту? Вы знаете среди своего окружения, чтобы кто-то попал в спортроту? Конечно, это какие люди есть. Ну вот вспомните. Это хорошо, что если у вас есть, а так у большинства нету, чтобы кто-то попал в спортроту, профессионально занимался, выполнил там норму мастера спорта. И оттуда же, закончив армию, поступил в Центральный орденовый институт физической культуры и спорта. Есть дипломчик у меня, я его окончил. Ну, если я найду, то у меня этот самый, я уже показывал, не, покажу. Закончил экзаменами на отлично. Я преподаватель, могу преподавать как тренер-преподаватель, так и как учитель физкультуры. Ну, уже 70 лет, все, вышел на пенсию. И я занимался, готовил спортсменов. Моя команда, моя команда, Ростовская область, это область олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике. Так вот, я подготовил, по-моему, в 78-м году команду Каменска, которая на области заняла первое место. Обойдя Ростов с международниками, шахты с олимпийскими чемпионами, Таганрог с чемпионами там мира и Новочеркасск, они были в шоке. Я подготовил команду. Я знаю, как это сделать. Я сам себя подготовил. Кого слушать? Вот кого слушает? Вот этот вопрос. Кого вы слушаете? Вот прежде чем задать вот этот вопрос, узнайте о человеке. Чем он дышал? Что он там из себя представляет, в конце концов? Тогда, кто он сейчас? И должно быть, знаете, вот тавропроба, которая проверена временем. Еще разок хочу сказать. Вот я тут сижу, это где-то 2000-й примерно год. Молодой там человек там сидит. Вот такое делает. А попробуйте это в 70 лет там сделать. Кто это сделает? Что это сделает? Здесь вот как раз конец 40-дневного голодания. Вы видите мое лицо. Вот какое напряженное. Потому что голодание таких сроков, оно требует от вашего напряжения, всего сосредоточения, напряжения и идти по голоду. А не просто так само оно голодается. Ничего там само не бывает. Ну и вот сидит Петрович уже, так сказать, в пожилом возрасте. Где он сидит? Кого слушать? Кого слушать? А он сидит в кабине Лексуса. А у кого это есть? Есть, конечно, такие машины. То есть, если он о чем-то говорит, то это у него и есть. Не просто он сюда там сел, знаете, и, так сказать, пыль вам в глаза пускает. Как вот этим голоданием сказать, да вы знаете, я там голодал, да вы знаете, я там мастером спорта был, да вы знаете, я там нырял, да вы знаете, в лотос садился, да вы знаете, это там у меня там дом-то трехэтажный, а на самом деле ничего нет. А я перед вами открытый, я все показываю, что у меня есть, чего я достиг, и как я дальше живу и работаю. Над чем? Пожалуйста, смотрите, вот оно. Так, идем дальше. И теперь вот смотрите, чем я занимаюсь. Я занимаюсь из-за динамической гимнастикой. Отрываю вес тонна 20 килограмм. Лучший результат тонна 50 килограмм. С дугой, с дугой я оторвал тонну 400 на 5 раз. То есть, в течение пяти лет я занимался, занимался, занимался. Без пропуска все это анализировал, что, что, почему, как это получается, что это получается. И вот, пожалуйста, вы можете смотреть меня в красных трусах на седьмом десятке. Вот, как я выгляжу. Кого слушать? На кого смотреть? Откройте свои глаза, уши. Вы не хотите видеть, знаете, вот, можно, как бы сказать, за счет средств массовой информации, человека ошельмовать, сделать из него там глупца какого-то, предоставить в таком свете и так далее, и так далее, и так далее. Что так и делал Малахов, чтобы победить. Он натирался медом, обливался рыбим жиром, ел подорожник, натирался хреном. Показать вот таком вот. Но кто он на самом деле? Что он вам может дать? Что он из себя представляет? А вот эту сторону и не знает, и поэтому спрашивает. И вы его еще слушайте. Вот такие-то дела. То есть, кого слушать? Кому верить? В любом случае, в любом случае, кто бы, что бы вам не говорил, вы включайте свой собственный разум, как это делал я. Я много слышал и про оздоровление, и про вкладывание там денег, и там про машины, и как надо строить дом. Мне бы построили дом, знаете, что крыша бы обвалилась. И когда мне сказали, что крышу вот так мы будем строить, этого дома, я взял, чувствую, что что-то тут не так. Так, зашел в магазин книжный, купил книжечку о том, как строить дом, что с тобой представляет крыша. Все это для себя прочитал, проштудировал и сделал крышу. Я сам, по-моему, 7-летний, 8-летний сынок мне там помогал, но больше уставал, нежели это. Я сделал сам. И когда профессионалы потом перекрывали ее, потому что была черепица, которая там потрескалась, вот. Я спрашивал, а как страпилы, именно страпилы? Говорят, о, страпилы со знанием дела, все отлично, до сих пор стоит. Кого слушать? Вот такой вопрос, знаете, кого слушать? Интернет очень много, вам там что-то там обещают, вам что-то там рассказывают про загустение крови, про еще что-то, про еще что-то. Знаете, большинство вот этих вот вещей, вместо того, чтобы смотреть именно в корень и понимать, что такое здоровье, это прекрасное самочувствие в первую очередь. Без всяких, знаете, каких-то подробностей, вдаемся в подробности, а сдайте анализ на густоту крови, а сдайте анализ на там гормоны, а сдайте анализ еще на что-то, и все новое-новое подыскивается, ой, надо обследоваться и так далее. Кого слушать? Кого? Вот такой вопрос, кого вы слушаете? Так вот, прежде чем кого-то послушать, посмотрите на него, что этот человек представляет собой, что у него там в багажнике, какой багаж там знаний, какой багаж жизни, чего он достиг, чего там добился. А не то, что, знаете, вот эти вот особенно люди, которые учат вас быть богатыми, да вы покажите свое собственное богатство, чтобы было видно. Все тренируют, вот как стать здоровым, вот как стать богатым, вот как стать знаменитым, успешным и прочее, прочее, прочее. Они вас учат, но они сами стали или нет. Я же вот в течение своей жизни это все воплотил в самом себе. И вам все это демонстрирую, что, что и как. Ну, ладно, закончим стихотворением. Музыку сочиняю, не надо, стихотворение сочиняю, не надо, еще что-то нам делаю, да не надо это, не надо нам, ничего не надо. Стихотворение. Я окна настишь открываю и словно стаю белых птиц свои желания выпускаю в тот мир, где солнце и луна свои лучи соединили, где облака, как паруса, и где хранится образ милый. И пусть судьба мне скажет да, пусть снова юность возвратится в мои года к моим друзьям, и ту любовь, что только снится. Пусть рядом будет мать с отцом, а Битл сыграет yesterday, и я встречаюсь с любовью, с любовью юности своей. Пусть будет все как в первый раз, твой жест, твой взгляд, твоя улыбка, любви безбрежный океан. Увы, мне это только снится, и стая белых дивных птиц моих желаний и эмоций с лучами утренней зари мне возвращается в оконце. И это могу, и это, и пою, и играю, и сочиняю. Нет, не надо, смотрим на кого угодно, на каких-то выскочек, которые чему-то учат, а сами ничего не умеют. Делайте выводы, делайте выводы, и прежде чем о ком-то что-то сказать, разузнайте, что это за человек, что он собой представляет. А не просто там кто-то вам наплел, и вы такая, ааа, да вот, вот, вот.